Добрый день! Да, хотела спросить, с какими проблемами вы пришли к нам в центр? Какой был талант, когда он пришел к нам два года тому назад? Да, это совершенно другой ребенок. Он пришел, ему было три с половиной года. В этом возрасте он не понимал обращенную речь. Единственное, он мог, может быть, на «дай» как-то среагировать, вот что он держал в лутках. И «иди кушай», это точно он помнил. И, возможно, иногда он говорил «мама». Изредка он проговаривал звук «а», если его попросить. Но это было очень, как сказать, если он говорил «а», в ответ, это было прямо вот для нас чудом. И мы все радовались. У него нет развития мозолистого тела. Ну, как вот мы выяснили по МРТ, и вследствие этого он был такой очень, ну, может быть, не только с этим. Он пришел, как ребенок, весь погружен в себя. До которого встречаться было, наверное, очень сложно. Он особо не улыбался, если вы помните. Он особо не улыбался. Он стал, да, более эмоциональный, он стал более активный. Он, знаете, он сидел на одном своем месте, стулья, мог сидеть, и ему не нужно было двигаться. Если он немножко там пробежится, он ложился на пол в любом месте. На улице, в помещении он все равно мог лечь и просто лежать, отдыхать. Палец в рот. Да, палец в рот, светая клава. Он все пробовал на вкус. То есть это вот три с половиной года, я вот на него сейчас вспоминаю. Мне кажется, он был вот как годовал ребенок, если не младший. То есть это такой ребенок. И вот я даже не верится, что всего прошло чуть меньше двух лет. Даже я бы, я даже вспоминала сентябрь этого года, вот этого учебного года, когда он пришел, он еще не знал, он никак не мог заполнить цвета, формы. Мы вот только-только начинали писать по точкам гласные. И в сентябре, я помню, мы когда пришли, он только-только начал какие-то гласные вдруг запоминать. Вот. И сейчас, я его, честно говоря, не узнаю, я каждый день, каждую неделю замечаю, как в нем что-то меняется. Он вдруг начинает замечать какие-то вот детали. У него все большее обращение внимания на мир окружающий. Ладно, Далан, какой ты у меня будешь? Умный. А еще какой? Долгий. А еще? Кинный. А, такая красота у тети Лены, у мамы, у папы, у бабушки и у дедушки. Да, Далан? Да. Знаете, Елена Владимировна, я вот даже боюсь представить. Нет, я так рада, что мы у вас. Я не искаживаю. Скажите, вот нашим зрителям, чем занимается Далан в центре? Вообще, в комплексе, что он получает? В комплексе он занимается с логопедом, каждую неделю, два раза в неделю. У него занятия по мышлению, как раз вот в этом году. Дефектологом. Дефектологом, да. Которые позволяют ему аналитические способности, ну как бы развивать в том числе. И занятия по вокалу, ритмика, вместе с ритмикой, получается, это развитие физической моторики, крупной, а также мелкой, игра на фортепиано, ну как игра на фортепиано, музыкой, можно сказать, поет. И еще плюс он посещает групповые занятия. То есть он фактически каждый день, в понедельник, по пятницу, он, ребенок загружен, он общается с детьми. Мы посещаем детский садик, обязательно для социализации ребенка с 10 до 3. В общем, с понедельником, по пятницу. Это кто? Крова. Крова. Так, чья это мама? Ищи ее ребенка. Ну, держи, корову. Ну, прицепляй. Прицепляй. Только на столе прицепляй, как ты в воздухе прицепишь, пап. Так, молодец. Кто это? Собака. Водичку лей. Собака. Собака. Вы довольны результатом на данный момент времени? Не то слово. Ну, будем работать и пойдем дальше вперед. Да, мы будем выигрываться новой высокой. Брать, это да. Ну, домашнее задание работы никто не понимает, да? Точно. Впереди летом, каждый день. Вот так. Спасибо. Вам большое спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»